на дворе 3 января вся страна отмечает праздники новогодние каникулы знаете вот находиться за городом в своем доме это действительно сказка но не об этом речь друзья всем привет как вы догадались и заголовка видеоролика сегодня речь пойдет о вложении денежек в свою недвижимость мы вчера общались с отцом и он говорит эта тема наверняка людям будет интересно почему ну смотрите все те у кого есть свой дом своя дача гараж недвижимость что-то в аренде возможно кто-то заходит в бизнес установка секционных ворот может быть интересно и с одной стороны я подумал ну как то фиг знает а с другой стороны почему бы и нет вы иногда сами говорите давай жизненную историю вот сегодня они речь пойдет давайте с вами начнем издалека когда мы купили этот дом на канале есть отдельный видеоролик все детально рассказали здесь изначально должен был быть гараж видите да кирпич по цвету отличается и соответственно если бы мы приняли решение что здесь будет стоять машина то только секционные ворота сюда подошли друзья к чему я веду что вот эта тема на самом деле если глубоко копнуть интересно по идее каждому второму жителю нашей страны у кого есть свой дом либо своя дача потому что есть вы хотите гараж особенно теплый гараж чтобы вы как в сказке заезжаете сюда домой зимой выходите тут же в тапочках условно проходите домой только секционные ворота вопрос какие вот это вот ребята уже ай-яй-яй-яй этот ролик изначально должен был выйти на канале моего отца да да у нас есть семейный канал так что у блондина есть два канала ребята факт в том что он снимал сюжета много есть материалы сегодня мало покажем факт мы здесь гараж делать не стали по причине того то что он небольшой соответственно заехать на машине будет тесновато ему решили переделать но отмечаю как вот сам факт да что здесь только секционные ворота откатные ну сами понимаете здесь им точно не вариант как вы заметили у нас есть два алабая которые на нашей территории дома гуляют на свободном выгуле мы их никак не привязываем вот здесь у нас изначально должны были быть откатные ворота уже была сделана заливка бетоном под последующую установку но от этого варианта мы отказались почему если мы подъезжаем на машине нажимаем ворота откатные открываются соответственно собаки что делают выбегают на улицу вас встречать а вот этот геморрой когда остановил машину пошел собак в вольер загнал но это не то сами понимаете соответственно вместо этих откатных ворот до потенциальных возможных здесь их не будет будет построен полноценный гараж с погребом и на нем будут установлены те же самые секционные ворота тем самым подъехал на кнопочку нажал заехал и уже здесь спокойно территории дома можешь выйти вот для кого-то эта тема может быть очень простая потому что он уже давным-давно живет своем доме он уже неоднократно ставил там откатные ворота секционные ворота наступал на грабли когда вляпался в плохой материал плохую установку мы же через это проходим впервые вот смотрите мы установили секционные ворота но и на территории дома как увидите у нас на типографии как вы знаете у нас есть семейный бизнес у нас есть свое здание вот поехали туда мы вам все покажем как это выглядело и через что мы прошли какие выводы мы сделали те кто хотят установить подобные ворота себе однозначно вам смотреть до конца это будет полезно поехали в этом ролике примет участие мой отец мы повесим микрофон зададим вопросы как он выбирал от чего он отталкивался сейчас туда приедет установщик мы зададим ему вопросы пусть он как независимый установщик потому что он работает с мультибрендами ставит все соответственно ему пофигу что там хвалить не хвалить он просто расскажет свое видение установки ворот понятное дело что дом дому рознь есть дорогие дома есть прям богатые дома есть дома попроще где не то чтобы ворота вообще ничего по сути нету здесь как бы мы эту тему не затрагиваю мы рассматриваем вариант когда вы трудитесь зарабатывать и хотите сделать благоустройство у себя на территории наша организация находится от нашего дома буквально в пяти минутах езды и вот сейчас ребята на ваших экранах самый настоящий олдскульчик да распашные ворота вот это вот дело было установлено в 2008 году 12 лет назад ворота и вот этот забор я вам показывал на экране и напоминаю вам о том что когда мы снимали ролик про про наш дом мы рассказывали то что мы там делали основательный фундамент для забора здесь же он как говорится на пол тычка соответственно забор весь загулял это не дело то же самое с воротами сами видите все ходит уровня уже как такового нету но вот сейчас мы вам покажем нашу обновку пойдемте в общем вот это вариант понятное дело что не то чтобы вчерашний день наверное уже вчерашнее десятилетие здесь обращаю ваше внимание трофей наш лежит ребята здесь вот наша организация здесь наше здание вы скажете блин в советском стиле ну как-то такси а вот так вот выглядит реалии малого бизнеса этого могут там рассказывать что бизнес-центры в москве где в аренду а здесь все свое денег здесь было влито поверьте мне немало крыша не течет газ есть в общем вода есть все есть так что еще и ворота появились секционные утепленные ну что здесь самое время вас познакомить своим отцом пусть он расскажет муки выбора как он до них дошел итак друзья знакомьтесь в дело вступает андрей мошков мой отец пап ну рассказывай зачем вообще мы здесь прорубили стену сделали секционные ворота кратенькой историю а подход очень простой наша компания занимается брендированием автомобилей а именно загоняется автомобиль и оклеивается пленочка для того чтобы эта услуга была доступна для всех и каждого круглый год нам естественно нужны такие условия в которых мы бы могли чувствовать себя комфортно первую очередь конечно соблюдение технологического цикла для того чтобы это было и работало соответственно нужно теплое помещение то самое теплое помещение где ранее вот тут находилась стена полностью вопрос номер два ранее у нас нигде никаких таких воротах не было то есть ни на каком из наших объектов мы никогда не ставили когда встал перед тобой вопрос то что нужны вот эти ворота расскажи кратко последовательность действий что ты делал куда ты ездил как ты определился с выбором существует несколько типов ворот это откатные которые отъезжают в нашем случае они не работают почему у нас нет свободного места мы не можем им пользоваться второй момент распашные ворота то же самое существует там плюсы есть минусы у этих ворот один из огромных минусов то что они при открытии требует свободное пространство раз второй момент нужно эти ворота всегда фиксировать 2 при скученном пространстве то есть малом месте для заезда это очень важно мешаются они то есть не работают остается только один вариант секционные либо ролетные и те и другие сворачивается в трубочку либо поднимается туда куда им надо подниматься в частности под потолок ну пообщавшись со специалистами я понял что ролетные они как правило холодные ворота это тоже не наш вариант и у нас остается один единственный верный секционные утепленные ворота если сегодня запрыгнуть в интернет и начать там смотреть какие ворота есть их огромное количество есть прямые конкуренты как вот например в нашем случае дархан стоит а есть там алютех у них конкуренты соответственно расскажи почему ты выбрал эти ворота как это вообще весь процесс происходил ну тема очень живая действительно и очень тонкая на самом деле смысл в чем когда вы выбираете какие-то ворота вам обязательно нужно обратить внимание кто будет производитель этих ворот и кто будет установщик этих ворот принципиально важно понимать что ворота делает завод у завода отлаженные производства если он делает это все уже с отлаженным производством то ворота в априори уже хорошие независимо от того кто это из производителей а вот кто будет устанавливать сами понимаете можно даже хорошие качественного рота поставить так сяк или еще как и они будут вам приносить в кавычках удовольствие то есть вы не будете довольны от того что вам их поставили так вот чтобы этого избежать я решил пойти таким путем все за компьютер поисковых системах давай искать кто какие ворота ставит соответственно отталкивался я от простого способа тот кто рядом здесь находится установщик внимание установщик рядом с нами почему вопрос очень простой на самом деле ты плачешь ему деньги он с тобой всегда рядом ты знаешь его как правило или почти его знаешь и всегда можешь получить от него моментальную техническую поддержку а главное если он является не прямым дилером а мульти брендовым что значит мульти брендовым любым установка ворот он может заниматься потому что это его профессия у него всегда можно спросить какие ворота лучше а какие не очень хорошие а какие еще лучше плюсы минусы как всегда мы любим это видеть добрый день друзья мы с вами продолжаем наш ролик по секционным воротам и мы решили наглядно вам показать все ворота и херман или у тех а то мы только говорили про них что они вот такие не такие то здесь решили показать чтобы своими глазами все увидели в данном случае у нас ворота кстати им 8 лет уже они работают ворота херман но мы вам решили показать вот разницу между дурханом и херманом да да вся техническая здесь часть она абсолютно одинаковая насколько я люблю дурхановские кронштейны здесь вот он силумин стоит да и очень короткий ход ролика и ролики без подшипников просто пластмассовые но я думаю здесь скорее всего это немцы просто экономили пытались попасть там чтобы быть конкурентоспособными ценовую категорию то есть они как бы прогибались цене заменяя ключевые моменты но если у них взять их не допустим промышленного то конечно там уже ролики стоят другие подшипники в роликах и соответственно длинный шток ролика в общем отец и станислав снимали этот сюжет на протяжении недели и у них набралось материала внимание на 4 часа но они сделали все конечно основательно и чертежи как все устроено и выезжали к воротам дархан уже установлен у которой там более пяти лет стоят на херман который более 8 лет стоят на алютех в общем все смотрели пришли к одному простому выводу что самый востребованный по спросу в нашей стране это конечно же дархан в силу соотношения цена-качество далее идет алютех и замыкающий идет херман что важно вопрос цены вот эти ворота с работой под ключ обошлись по цене нам семьдесят две тысячи рублей если бы мы ставили алютех они бы обошлись по цене восемьдесят две тысячи рублей если бы мы ставили бы немцев херман они бы обошлись по цене сто двадцать тысяч рублей процессе общения его зовут кстати говоря станислав мне очень приятно что мне попался именно такой человек он достаточно компетентный он с опытом у него стаж большой он понимает очень коммуникабельный там я не знаю вот обычно это все плюсы я перечисляю хотелось бы зацепить какой-то минус и в принципе я его не могу найти придраться к чему-то но это не реально просто-напросто нормальный хороший качественный вот тот самый который должен быть у вас тоже специалист который вам поможет выбрать выбрать что произвести независимое сравнение с учетом его опыта конечно какие ворота лучше ему без разницы он за свою работу получает свои деньги а за ворота которые вы хотите купить вы тратите свои деньги вот поэтому когда мы разговариваем какие же ворота лучше в каком случае купить те или иные вот тут как раз и нужен опыт этих людей в частности вот он определил что сказал что у ворот дурхан присутствует вот такая достаточно широкая резиночка и она очень качественно прилегает и не дает возможности задувать туда ветру и так далее там подобное раз вот это сэндвич панель она не имеет мостиков холода а именно она сделана таким образом что внешние внутренние детали металлические детали между собой не соприкасаются внутри утеплитель работает это настолько четко и качественно обратите внимание вот щель которая тут присутствует до зазор она только видимая щель на самом деле туда ничего не подсунешь даже ноготь не залазить прижимная резиночка по бокам и соответственно снизу снизу сейчас вот у нас стоит пенопласт в который упирается прижимная резиночка вот это вот который не дает задуваться ветру соответственно не заходит туда холод Пенопласт стоит временно для того, чтобы тюнинг ворот произвести более точечно. Обратите на это особое внимание, что тюнинг является нормальным явлением. Что такое тюнинг? До настройка сразу поставить ворота идеально бывает не так просто. Почему? Потому что куча разных моментов. Это X, Y, Z и еще другие вещи, на которые влияют. То есть 3D тут 100% работа. Я бы сказал даже 4D, потому что еще существуют диагональные перекосы и так далее. Поэтому, когда ставят вам ворота, настройка нормальные явления. А теперь стоит вопрос, а почему же я выбрал Дорхан? Ну, во-первых, мои предпочтения свелись к тому, что действительно качественный продукт. Завод выпускает его очень хорошими комплектующими компонентами, теплыми, надежными, великолепными. Остается только вопрос, кому платить деньги? Российскому производителю, белорусскому или немецкому. А немцев я уважаю за качественный товар, но у них свои санкции, у нас свои санкции. Немцы нет. Соответственно, белорусы, ребята, вы уж как-нибудь там сами разберитесь между собой. У нас есть российский производитель, и я лично, я хочу его поддержать. Почему? Потому что, во-первых, тратя деньги, покупая эти ворота, я вливаю эти деньги в экономику. Я плачу деньги, в конце концов, тем семьям и тем сотрудникам, семьи которых от него кормятся. И это для меня очень важно. Ну что, друзья, как батя щебечет, как соловей, да? О, ворота! В общем, мы с ним, на самом деле, долго спорили по этому вопросу. Я даже залез в интернет, говорю, сейчас я найду отзывы. Я нашел отзывы, где люди просто-напросто разносят Дархан в пух и прах. Но, на самом деле, здесь очень много моментов. Когда я начал ему эти отзывы, зачитываю, ну вот человек недоволен, вот человек недоволен. В большинстве своем эти отзывы сводятся как раз к тому, что установка. То есть, такого, что, знаешь, приехали ворота с каким-то браком, такое встречается. Но это чаще зависит от дилера, потому что какие-то комплектующие не доложили. Кто должен проверять? Заказчик или все-таки дилер перед отправкой? Ну, конечно, дилер. Но дальше самое главное, что очень много моментов негативных по установке. Я даже находил видеоролик, где человек рассказывал, он занимается установкой, что он приехал. Он говорит, вы не поверите, одни из направляющих были прикреплены к стене на жидкие гвозди. Он говорит, я вам серьезно говорю, это были жидкие гвозди. На какие-то направляющие висели на болтах, соответственно, на креплениях. Если бы не они, все бы упало нахрен. Вот этот момент, на самом деле, очень важен. Сейчас мы откроем ворота. Ворота сейчас автоматика отключена, разблокировка включена. Я работаю одной рукой. Поднимаю. Это достаточно легко. Ворота поднимаются и уходят вверх. Соответственно, подходим сюда и смотрим. Ворота классические, эти устанавливаются, как накладные. То есть, они должны стоять на стене. Соответственно, вся установка делается изнутри. Но мы, мы, за счет, смотрите, какая у нас толстая стена. Видите? Стена у нас 500 миллиметров. За счет вот этой толстой стены мы решили получить дополнительное пространство. А именно, ворота поставить не изнутри стены, а вот на такие ворота, которые сварены специально для того, чтобы сами секционные ворота были вынесены вперед. Вопрос возникает. Вот я когда смотрю на их установку, вот обратите внимание, друзья, снизу идет вровень. Если мы поднимаемся выше, 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 в общем, это все дело уходит. Почему и такой большой перепад? Ответ очень простой. Вот эти ворота стоят исключительно по нулю. Ноль мы выводили по приборам. То есть, мы можем включить, если надо показать. Но здесь сразу видно, что здание, которое строилось с 70-го года постройки, оно, вот оно вот с такими вот уклонами. Можно посмотреть еще вот на эту сторону. Здесь уклон еще гораздо больше. То есть, можно видеть, что тут такая косина, что, ну, в общем, тогда, когда их строили, никого это не заботило. За счет того, что мы поставили вот здесь вот ворота из профильной трубы 100 на 100, мы получаем аж экономии, внимание, 40 сантиметров. Скажите, из ваших знакомых наверняка есть у кого стоят такие ворота и не хватает 3, 5, 7 сантиметров. Ведь есть? Да, есть и много таких. А на самом деле у нас аж экономия в 40 сантиметров. Это богато. Вот посмотрите на пол внимательно. Мы видим, что вот здесь вот сыро все и холодно. Видите, да? А с этой стороны исключительно все сухо и тепло. Здесь подогрева никакого нет. Но при этом водораздел или воздушный раздел между воротами происходит именно здесь. То есть, ворота четко пресекают. Холодный воздух останавливает на улице. И теплый воздух оставляет внутри помещения. Это говорит о том, что теплосбережение, теплосберегающие свойства этих ворот великолепны. А именно, вот эта сэндвич панель, из которой все это сделано, она там порядка 40 миллиметров. Вот. Она настолько теплая, что можно быть уверенным в том, что вы, поставив такие ворота, обеспечите теплоту. Друзья, смотрите, ворота бывают секционные от этого производителя двух видов. Пружинные и торсионные. Торсионные, это вот здесь вот, вот такая торсион длинный, большой устанавливается. Я в подробности вдаваться не буду. Почему? Потому что изучал, смотрел, ездил с установщиком на его объекты работы. Увидел, что стоят торсионные ворота и занимают вот здесь вот очень много места. У меня задача была, как можно больше места получить въездного пространства. То есть, вот эта труба подлежит после установки ворот переносу выше, чтобы она не мешалась. Так вот, торсионные ворота бы не дали мне вот этого пространства, они бы забрали свои 10 сантиметров. Вот эта разница по отношению к воротам, которые, обратите внимание, имеют пружинную систему балансирования. Я ее так назову. То есть, она у завода-изготовителя идет как RSD-01 и RSD-02. Вот эта разница между 0.1 и 0.2, это разница между торсионом и пружинами. Пружины в данном случае дают нам возможность как можно выше к потолку поднять ворот. Отдельно хочу сказать про пульт. Пульт очень простой и очень удобный. Одна кнопка, внимание, нажимаем, и ворота пошли на подъем. Если вы не хотите пачкать пульт, он находится в блистерной упаковке и доставать его не надо. Если он у вас находится где-то в каких-то грязных условиях. Если вы, конечно, в автомобиле и повесите его где-то хотите, чтобы вам удобно было управлять этим пультом, то, конечно, надо ее снять. Тихо открывается, да? Ворот открывается тихо, да, спокойно. Скорость в данный момент для нас не критична. Вот многие могут сказать, что так медленно. Ну, можно поставить более мощный, более скоростной мотор. Ну, это нам, к сожалению, может быть, к счастью, нам это не требуется. Нам достаточно того, чтобы это было надежно. Нажали, еще раз остановили. Опять остановили. Пошла. Опускаем вниз. И автоматика с помощью, конечно, настройщика, который там определил время, сейчас начнет прижимать ворота. Обратите внимание, как это происходит. Плавно, аккуратно. И вот такой зажимчик. И это здорово. Кстати, название Дорхан изначально вызывает такой ассоциативный ряд, что это нечто зарубежное. Может, какие-то американцы Дорхан или какие-то немцы Дорхан. На самом деле, делится на два слова. Первое, Дор, это двери ворота. Понятное дело, по-английски здесь все легко. А вот Хан, это сокращенно от фамилии Ханин. Ханин, это, собственно, папа этих ворот, основатель. У людей семейный бизнес, они ведут с 94-го года, если не ошибаюсь, 26 лет. Соответственно, вот такая тоже интересная история. Их семейный бизнес приехал на наш семейный бизнес. Друзья, что ставить? Вот я когда читал отзывы, вот действительно, есть человек, который пишет. Занимаюсь установкой ворот последние 17 лет. И могу вам сказать одно. Можно ставить хоть китайское Г, но самое главное установку. Вот это вот мы и хотели до вас донести. Что на самом деле вопрос к выбору ворот, он огромный. Вот даже сегодня, если вы зайдете на официальный сайт Дорхану, вы охренеете от того, что ворота. Там куча вариантов, какой ты цвет выберешь. То есть, какой фасад ты хочешь сделать. Потому что для дома там во-вариант. Вы просто офигеете от изобилия выбора. Но вот с точки зрения установки, вы заказали ворота. Самое главное проверить, что комплектующие, когда приехало, чтобы никаких царапин не было. Что все, что нужно, должно быть. Раз. Ну и дальше, естественно, смотреть за установщиками. Если у вас будут грамотные, нормальные установщики, поставили, довели, как сказали мы, тюнинг, да, настройки. Все, вы будете наслаждаться. А если поставят неграмотно, то потом будешь жаловаться, что ворота хреновые, не работают, ну и так далее. И в завершение хочу сказать от себя, что не существует компаний с безупречной репутацией. Я всех вас приглашаю в комментарии. Потому что я уверен на 100%, что будут люди, которые скажут, что ворота, которые поставили вы, это фуфло, нужно было ставить другие. Но почему нужно было ставить другие? И когда у нас все работает, и основную задачу, которую мы перед ними ставили, они выполняют, я думаю, внятного ответа не будет. Но я так предполагаю, пишите ваше мнение. Друзья, если вы залезете в интернет и начнете читать отзывы, абсолютно про любого производителя есть негатив. Но здесь важно разбирать. Потому что я когда изучал и готовился уже к этому сюжету, я видел, что в большинстве своем люди жалуются именно на установку и на брак. То есть, допустим, привозят ворота, они царапаны. Но это сделал кто? Завод? Нет, не завод. Это сделал доставщик, это сделал дилер. У данных ворот повышенная взломостойкость. Все это сделано согласно ГОСТов. Но в первую очередь, любого из нас интересует цена. И, конечно, финальное предложение по цене, качеству, это очень важно. В нашем случае 72 тысячи рублей за готовую работу. Можно было бы выбрать немцев, отдать на 50 тысяч рублей больше. О, у нас стоят немцы. Друзья, делайте выбор, что вам ставить. В нашем случае, на данный момент, когда все вот установлено, все работает, мы довольны. В общем, вот такой ролик у нас получается. Я надеюсь, что мы до вас донесли в легкой форме полезную информацию. У нас стоит Дархан, что будет дальше. Если вдруг кому-то интересно, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на инстаграм-канал. Задавайте вопросы. По мере истечения времени готов ответить на любой вопрос. Что с ними, как с ними. Независимо и по-честному. У меня на этом сегодня все. До новых встреч. Всем пока-пока.